Теперь обо всем подробнее. Нужна работа? Найти ее поможет ярмарка вакансий. В этом году прошла уже девятая. Участие в ней приняли порядка 250 безработных и три десятка предприятий. По итогам ярмарки 60 человек трудоустроены, еще 7 направлены на общественные работы. Подробности у Ксении Куценко. Сварщики, грузчики, продавцы, водители. Информация о вакансиях, представленных на ярмарке, размещена на стенде. Внимательно изучает ее Владимир Савин. Юноша ищет работу по специальности, которую недавно получил. Я отучился на газоэлектросварщика три месяца. Ну, желательно предприятие какое-нибудь там, завод. Надеются найти достойную работу с хорошим окладом и условиями труда все, кто пришел сегодня в городской дом культуры. Для Юрия Чеченко эта ярмарка оказалась удачной. Подходящую работу он нашел после нескольких месяцев поиска. Что они, заработки были? На работу сейчас по возрасту тяжело устроиться. Уже не берут так. Обратился в центр занятости. Вот они мне подыскали работу по моим как с возможностями и специальностями. Именно такие живые встречи наиболее результативные, говорят специалисты отдела занятости города Петропавловска. В областном центре это уже девятая ярмарка с начала года. На сегодняшней ярмарке вакансий приняли участие 30 предприятий города Петропавловска. Представили более двухсот вакансий. В основном это строительные, технические специальности. В сфере образования очень много требуется вакансий. Узнать, какие специалисты востребованы на рынке труда и легко ли найти работу на ярмарку сегодня пришел глава региона. Ерик Султанов ознакомился с результатами прошедших встреч работодателей и соискателей. Кстати, такие ярмарки проводятся ежемесячно не только в Петропавловске, но и в районах области. Более двух тысяч человек получили консультации, 514 нашли новые рабочие места. 109 человек направили на общественные работы. А получить дополнительную специальность решили почти 80 североказахстанцев. Это результаты с начала года. Ведется работа и по трудоустройству инвалидов. После глава региона пообщался с представителями предприятий, где сегодня востребованы квалифицированные кадры. Например, опытные специалисты необходимы швейной фабрики. Можно узнать на ярмарке и как стать предпринимателем. Эту информацию предоставляет фонд ДОМУ. Помогает трудоустроиться в центре занятости и бывшим заключенным. При постановке на учет мы знакомимся с личностью осужденного, с жилищно-бытовыми условиями, с состоянием его здоровья, с уровнем его образования и с его трудозаданностью. На основании всего этого мы составляем социально-правовую помощь, оказываем социально-правовую помощь. Наши осужденные трудоустраиваются и некоторые проходят правопучение на газоэлектросварщиков. Всего с начала года в области было проведено 59 ярмарок вакансий. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.